Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о российском футболе. И сосредоточимся на футболисте, который достаточно неожиданно стал одним из главных скандалистов РПЛ, Майо Фернандес. Ну, то есть человек, который всегда был молчаливым. Во многом потому, что, будучи гражданином России, так и не выучил наш язык. Плюс к этому человек, ну, всегда был вроде как образцом профессионализма, сдержанности и так далее, приятный парень, но вот последнее время все как-то поменялось. И последнее время вокруг Майо сплошные скандалы, связанные с его переходом в Зенит. Здесь, я думаю, нет смысла пересказывать историю, все в курсе, что произошло, как он оказался в интернационале бразильском, оттуда перешел в Зенит, а не в ЦСКА, как он праздновал гол, забитый Зенитом армейцем. И вот на фоне всего этого, наконец-то, Марио решил высказаться, появилось интервью. И вот интервью вышло каким-то неоднозначным. То есть Фернандес попытался, ну, так скажем, оправдаться за все свои косяки, сказать, что я весь белый и пушистый, а ЦСКА не прав, но получилось как-то странновато. Давайте разберем основные тезисы и основные нюансы, которые лично я вообще не понял. Итак, первое, что хотелось бы отметить, это то, что Марио Фернандес фактически официально подтвердил то, что у них действительно была договоренность с ЦСКА о том, что он будет играть в России только за армейский коллектив. То самое джентльменское соглашение, о котором много раз говорили. И многие, скажем так, заявляли, что это сомнительно, не факт, что это было и так далее. Сейчас и ЦСКА, и Марио подтвердили наличие вот такого вот пацанского, джентльменского, называйте как хотите, договора. В общем, мужики сказали и мужики должны сделать. Но у Марио вышло немножко по-другому. Как он эту ситуацию объясняет? Почему он решил поступить так? Дескать, я до последнего хотел, чтобы ЦСКА меня выкупил, чтобы я вернулся туда и далее по списку. Что ко мне даже обращались из Зенита. Потому что вот я не играл в Бразилии, кстати, он признал переход в Бразилию ошибкой. И вот, дескать, Зенит ко мне обратился, я им отказал. После этого я ждал приглашения от ЦСКА, но не сложилось. И вот тут, ну, какая-то шиза понеслась, по-моему. Потому что если следить за инсайдом, если следить за словами агента Марио Фернандеса, то здесь однозначно прослеживается нить, что именно ЦСКА все это время пытался его подписать. Именно ЦСКА проявлял наибольшую активность. И именно ЦСКА сейчас в том числе возмущен и говорит, что за хрень. Мы не выходили из переговоров, мы пытались подписать Марио и так далее, что переговоры шли. Агент Марио много раз сообщал об интересе со стороны армейского клуба. А потом уже в какой-то момент появился Зенит и все. Так что здесь, ну, вот как-то странновато выглядит такая хронология событий. Начнем с этого. Перейдем к другому важному моменту. Марио возмущается, что ЦСКА не стал его выкупать, но возникает логичный вопрос. А с хрена ли ЦСКА должен это делать? То есть, какой смысл во всей этой истории? ЦСКА имел контракт с Марио Фернандесом. И ЦСКА позволил Марио перейти в другую команду просто. Без выплат, без компенсации. Просто Марио взял, уехал на родину поиграть в футбол. И здесь ЦСКА, в общем-то, мог встать в позу и сказать, хрена с два, ребят. Это наш игрок, контракт у него есть. Да, он типа приостановил карьеру. Была же информация, что Марио решил взять паузу в своем футбольном пути. Ну вот он передумал, захотел поиграть, но контракта у нас есть. Платите нам деньги отступные и так далее. Но в итоге ЦСКА не стал идти на принцип и позволил Марио поиграть на родине. И чем это закончилось? Тем, что ЦСКА, сделав уступку футболисту, отпустил его бесплатно, чтобы не ломать ему ситуацию и не было проблем с переходом в Интернациональ, который, видимо, не хотел платить за Марио. А вот чтобы он вернулся обратно, ЦСКА должен заплатить. Вы меня простите, но не охренели ли там все? Особенно учитывая то, что Марио действительно в Интернационале все-таки не смог закрепиться и не смог там стать основным футболистом. Он не был нужен команде. Вот для бразильцев вообще было бы, кстати, тоже логично скинуть Марио, чтобы скинуть его зарплату и отдать его в ЦСКА. Но там они ждали, что ЦСКА заплатит. То есть вы меня простите, но это просто развод какой-то. Откровенный развод ЦСКА на бабло. Отпустили игрока бесплатно под джентльменские гарантии, а обратно, значит, нужно выкупать. Но это хрень какая-то. И простите, на фоне всего этого неудивительно, что ЦСКА не соглашался на такую формулировку и, видимо, продолжал переговоры. И тут уже появился клуб, которому, в принципе, пофиг, потому что у них нету принципиальности в этом вопросе. Это для ЦСКА оскорбление платить Интернациональю за того футболиста, которого просто вот так по-пацанке отпустили в соседний двор поиграть бесплатно. Для них, для ЦСКА это принципиальный момент, а для Зенита, ну, это просто игрок за копейки. За те самые, я не помню, там, несколько сотен тысяч евро, которые были выплачены за Фернандеса. Поэтому здесь, ну, мне кажется, что Фернандес, что его агент, ну, просто некрасиво поступили. И вместо того, чтобы договориться о выкупе своего контракта с Интернационалем, просто позволили начать вот этот развод на деньги. Которым в итоге, как, видимо, потом уже воспользовался Зенит, который просто сказал бразильскому клубу, вот, пожалуйста, у нас деньги есть, мы готовы его выкупить. И, кстати, Майо Фернандес в этот момент мог запросто заблокировать данный переход. Запросто мог это сделать. Но он этого не сделал. Так что делайте выводы. Во всей этой истории Майо попытался отмазаться, но вышел как-то херовастый, если честно. Ну и дальше, знаете, все вот эти его тейки про то, то, что зачем вы фотографию с Акинфеевым выложили, что я обиделся на ЦСКА. Я не считаю, что я плохо поступил, что радовался забитому мячу ворота ЦСКА и так далее. Но все это выглядит, знаете, как какое-то детское ребячество. Что вот ты облажался, и вместо того, чтобы признать это, ну, начинаешь кричать сами дураки, а они плохие, а они вот какие, да как они себя ведут, да почему меня затравили и так далее. То есть это какой-то детский сад, вот ей-богу. И в этой ситуации, ну, для того, чтобы просто вот подчеркнуть еще раз всю шизофреничность вот этих офигительных тейков Майо Фернандеса, хотелось упомянуть, что он в рамках одного интервью сперва заявляет, что он честен всегда был на всех моментах своей карьеры, и поэтому сам же вспоминает, что когда-то обещал не играть за другую российскую команду, кроме ЦСКА. То есть, видимо, в португальском языке в понятие честности не входит такая вещь, как необходимость отвечать за свои слова и подтверждать их делом. Вот такие пироги. Касательно футбольной составляющей, как я уже много раз говорил в своих разборах, Майо Фернандес показал себя лучше, чем я ожидал. И он оказался не таким уж и списанным летчиком. Но в качестве морального какого-то ориентира или какой-то личностной характеристики, ну, у меня к Майо сейчас все больше и больше вопросов. После всех этих перформансов с забегами по бровке, для того, чтобы отметить гол своей бывшей команде с этими интервьюшками, по-моему, он как-то сам себя уже закапывает.